У многих болельщиков перед игрой еще были живы воспоминания о противостоянии этих коллективов в рамках финала прошлого сезона. Тогда лавры победителя достались уральской команде. За это время в Алтайбаскете произошли кардинальные изменения в составе. Уралмаш не стал менять проверенных коней на переправе и лишь точечно укрепился. Одним словом, в Барнаул приехал состав, претендующий в этом сезоне на самые высокие места. На самом деле задача на сезон выигрывать все игры и кубковая игра была не проходящей. Тем более у нас был шанс, реально шанс, потому что дома проиграли два очка и могли зацепить. Поэтому отдали много сил, но у нас очень много было времени на отдых, поэтому какие-то силы мы восстановили к игре с Барнаулом. Перед стартовым матчем в ротации тренера барнаульцев Евгения Горева осталось лишь 9 баскетболистов. Накануне по обоюдному согласию сторон Алтайбаскет и Павел Сизов завершили трудовые отношения. Безусловно, этот фактор не мог не сыграть свою роль в матче. Лишь до середины стартовой четверти хозяева не отпускали соперника в счете. Далее преимущество заводчан достигало 20 очков. За счет плотной игры в защите и прессинга со стороны гостей у барнаульцев возникали большие проблемы с доведением мяча до партнеров. Отсюда возникали потери. За вторую десятиминутку баскетовцы лишались мяча из-за собственных ошибок 17 раз. В третьей и четвертой четвертях хозяевам удавалось сократить разницу в счете до 9 очков. Но Уралмаш вновь восстанавливал ее. Итог поединка 51-75. Не хватило, я думаю, где-то уверенности в некоторых местах. Где-то соперник попало и, соответственно, очень много глупых ошибок, которые мы не можем, к сожалению, пока искоренить. С начала сезона сколько игр прошло постоянно. Мы, скажем так, спотыкаемся, спотыкаемся на тех же, на тех же гроблях. Постоянно нас бьют. Вот это невынужденные ошибки команды. Сегодня команды проведут повторную встречу. Начало матча в спортивном комплексе «Победа» в 7 вечера. Вход на игру свободный. Дмитрий Гладких, Анатолий Фукс. Новости.